Сегодня я расскажу немножечко про Motion, расскажу немножечко про себя, но обо всем подробно и чуть-чуть позже. Прежде чем я начну, пока подтягиваются последние пиццаеды, у вас есть возможность отсканировать сейчас QR-код и получить презентацию, с которой я буду повествовать на свои мобильные телефоны. Возможно, какая-то полезная информация вас заинтересует, будет много информации о книгах, которые прокачивают мозг, и я надеюсь, вам это будет полезно в дальнейшей вашей карьере. Считаю до 10 и едем дальше. С чего все начнется? Я расскажу пару слов о себе, потом я расскажу про тенденции, про тренды. В Motion-дизайне будет немножечко цифр, и потом мы поговорим о том, на что вам, как молодым Motion-специалистам, нужно будет обращать внимание сегодня, и что из этого всего вам будет полезно делать завтра для того, чтобы развиваться в сфере Motion-дизайна. Все отсканировали? Можно перелистывать? Да. Да? Не слышу? Да. Да? Громче. Да. Вот так вот. Пускай спешит у соседей. Итак, как сказал Саша, я Олег Степаненко, являюсь совладельцем студии Motion-дизайна Кумстед Видео. Наша студия существует с 2007 года, и за это время мы сделали много различных видеороликов. Последние 4 года мы занимаемся исключительно Motion-дизайном, и последние 2 года мы усиленно работаем со стоками. Если говорить про клиентов, которые были за эти 10 лет, то среди мировых клиентов можно выделить такие компании, как ООН, Организация Объединенных Наций, Samsung Insurance, Акса Иншуранс, среди местных украинских компаний такие компании, как Приватбанк, Розетка, Цитрус и много других разных. Как сказал Саша, я практикую преподавание. Мы закончили в IT School Gagarin с Сашей две группы, выпустили две группы. Сегодня есть, кстати, некоторые мои студенты тут в зале. Это очень приятно, видеть горящие глаза людей, которые не останавливаются на 10 минутах. И надеюсь, сегодня все, что я вам расскажу, вас подзадорит, и вы будете двигаться в направлении Motion в ближайшие 5 лет, как минимум. Итак, поговорим мы про Motion-дизайн. Но прежде чем мы поговорим, мне бы хотелось узнать, какая аудитория собралась сегодня в этом зале. Потому что по темам доклада, которые сегодня были, по спикерам, я понимаю, что аудитория очень разнообразная. Кто-то занимается больше сайтами, кто-то занимается дизайном, кто-то, возможно, Motion-дизайном. Поэтому небольшой вопросик. Скажите, кто работает в графических пакетах, таких как Photoshop, Illustrator, занимается графикой, статичной графикой? Ага, 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 ну, наверное, процентов 70, да? Хорошо, а кто, кто вообще сталкивался с Motion-дизайном, кто? Отлично, процентов 20, да? Хорошо, а есть такие люди, которые работают арт-директорами, занимаются работой в команде, как Team Leader, возможно, у которых есть небольшой бизнес. Ага, один, два, три, четыре, пять, тоже есть. В общем, как я и предполагал, аудитория разнообразная, и для того, чтобы каждый что-то вынес из моего доклада полезное, я подготовил презентацию без упора на дебри Motion-дизайна, без упора на какие-то глупости Motion-дизайнерские. Постараюсь сделать, донести информацию понятным языком, так, чтобы всем было понятно и интересно. Итак, как я уже сказал, перспективы, внимание, вектор. Поехали. Рынок видеоконтента формируется вот сейчас. Так исторически сложилось, что интернет за время своего существования накопил в себе большое-большое количество контента текстового. Пишутся каждый день кучи, тонны статей, которые складываются в одну большую свалку. Рисуется большое количество красивых, клёвых картинок, которыми иллюстрируются эти статьи. Но в силу своей лени, человек, существо лениво, ему лень в этом во всём многообразии информации искать то, что ему нужно, полезную информацию. И поэтому человек склонен к тому, чтобы потреблять информацию комфортно и удобно, в удобной для него форме. Что самое удобное, по вашему мнению, читать длинную портянку с картинками, либо же посмотреть видеофайл на своём телефоне? Какие мысли есть? Кто за первый вариант? Раз, два, три. Остальные за второй, да? Вот, именно поэтому моушн-дизайн будет развиваться, потому что люди ленивые, люди не хотят напрягаться, люди хотят, люди хотят поручать информацию легко. Именно по этой причине сейчас ключевые сервисы, социальные сети встраивают в свои сайты, встраивают в свои мобильные приложения функции видеостриминга, функции, которые позволяют шерить, редактировать видео. Именно по этой причине, потому что все мы люди, и мы хотим видеть и слышать. Если говорить про видеоконтент, который появляется каждый день, его появляется много, как в своё время появлялось много контента текстового. И сегодня видеохостинги перестают быть просто помойками с видеофайлами. Сегодня они превращаются в системы рекомендаций. Нейронные сети, которые зашиты в алгоритмах рекомендаций, позволяют с высокой точностью преподносить вам видео, которое вам будет интересно. Если вы, допустим, дизайнер иконок и посмотрели лекцию какого-нибудь именитого дизайнера иконок, то YouTube вам посоветует ещё 25 крутых лекций от крутых дизайнеров иконок. Точно так же на любую тему видеохостинги будут советовать вам только полезный контент. И это приведёт к тому, что видеохостинги превратятся в поисковики, поисковики нового времени, поисковики лёгкого контента. Уже сегодня YouTube по количеству поисковых запросов, по-моему, на втором или третьем месте после Google. Всё это приведёт к тому, что рынок видео будет развиваться. Но чтобы не быть голословным, я поднял свежее исследование от компании ЦИСКО. Кому интересно, ссылочка будет в презентации. В общем, это исследование касается мобильного интернета, вообще интернета в целом, и будущего информационного будущего человечества на ближайшие пять лет. В общем, я не стал изучать всю статью полностью, я нашёл просто фрагменты, которые касаются видеоконтента. И два интересных слайда. Первый слайд. Представьте, вот у нас сейчас тут 9 рядов, да? 180 человек. По состоянию на 2016 год, только один ряд из 9 потребляет видеоконтент усиленно на мобильных девайсах. Через 5 лет весь зал будет потреблять видеоконтент на своих девайсах. О чём это говорит? Это говорит о том, что этот контент нужно будет создавать. За 5 лет количество контента нужно будет создать как минимум в 9 раз больше. С одной стороны, если есть человек, который потребляет видеоконтент, то с другой стороны появится человек, который будет платить деньги за то, чтобы этот контент генерировать и привлекать внимание этих людей, которые потребляют контент. И второй интересный слайд из этого серьёзного исследования, это то, что к концу 2020 года 3 четверти контента, потребляемого на мобильных устройствах пользователями, будет составлять именно видеоконтент. А теперь представьте ситуацию, когда человек живёт, допустим, он там 4 часа в день проводит в своём мобильном телефоне, потребляя какой-то контент. Социальные сети, прослушивание музыки, просмотр фильмов, развлекалочки, видеоуроки. Вот 3 четверти, 75% времени он будет занят тем, что будет потреблять видеоконтент. Это будет моушн-дизайн, это будут фильмы, это будет видеоконтент. Кто его будет делать? Я. О, отлично, мне нравится этот парень. Как тебя зовут? Дима. Дима. Вот Дима готов делать этот контент. Дима уже определился. В общем-то, к чему я подводил? К тому, что кто сегодня определится, что ему делать в ближайшие 5 лет, моушн-дизайн, тот быстрее встрянет на подножку этого поезда, под названием моушн-дизайн. Дима, ты уже там. Итак, как только вы определитесь, что вы хотите двигаться в сторону видеодизайна, генерации видеоконтента, перед вами будет стоять задача. Что вам делать? Вам делать красивые креативные ролики для каких-то фестивалей. И представьте, что ваш ролик – это вот такой вот самолетик. И он может быть бумажным, да? Бумажный для фана, который запустили, повеселились, и он где-то там упал, его затоптали. Либо же вы можете решить себе, что ваш моушн-дизайн – это будет долгоиграющий бизнес-моушн-дизайн, который будет приносить деньги, приносить пользу. И, скорее всего, такой моушн-дизайн будет скучным. В какой-то момент аудитория моушн-дизайнеров разделится на три сегмента, на мой взгляд. 10% – это будут люди, которые уйдут в жесткое творчество, которые будут заниматься изготовлением креативных, крутых видеороликов для фестивалей рекламы, для каких-то ивентов дизайнерских, для того, чтобы засветиться на каких-то форумах дизайнерских. 10% уйдут в жесткий бизнес и будут делать тупой, скучный, неинтересный моушн-дизайн, на котором будут зарабатывать деньги, который будет как-то отрабатывать и точно так же умирать. А, на мой взгляд, 80% людей будут искать баланс между креативом и бизнесом. И вот в этот момент у людей, у этих людей, моушн-дизайнеров появится вопрос все-таки, а что же такое классный, классный моушн-дизайн? Что такое классный видеоконтент, который будет интересно смотреть, который будет нести пользу и который будет существовать не один день после того, как он появится в сети. Итак, сейчас я расскажу о четырех составляющих, на мой взгляд, важных при создании любого видеоконтента. Первая составляющая – это история. Это сценарий. Все мы знаем, что классный фильм начинается со сценария. Точно так же и любой видеоролик, который вы будете делать в своей практике, должен начинаться с того, что информацию, которую он будет нести, должна быть подана правильно. Как это сделать? В сети интернет на эту тему полно информации. Есть видеоуроки, есть книжки. Я для себя выделил пять вот таких вот источников. Это пять книг. Первые три повествуют о том… Ого, надо ускоряться. В общем, классные книжки. Последний – «Александр Митта. Кино между адом и райом». Это книга от режиссера, сценариста, который сделает так, что если вы его услышите, вы поймете, как сделать свой ролик не только правильным, но и интересным. После того, как вы напишите правильную историю для своего ролика, вам придется его красиво подать. Вам придется эту конфетку завернуть в красивую, красочную упаковку. Как это сделать? Ну, дизайнеров тут сегодня много, я долго говорить не буду. Самое главное, вам надо будет определиться с стилистикой вашего ролика, чтобы она не спорила с контентом вашего ролика. И для этого вам понадобятся все принципы, которым учат в художке. Это и построение композиции, это и правила близости, это и колористика, это и типографика, и подача, визуализация данных. В общем, долго не останавливаемся, я думаю, вам всем понятно. После того, как ваш дизайн, ваш ролик, вот он уже нарисован, останется сделать что? Останется взять и запустить его в зал. Каким образом? Сделать вы это сможете с помощью анимации. Что такое анимация? Анимация это не просто красивые двигающиеся картинки. Анимация это способность творца управлять вниманием зрителя. Если в вашем ролике появляется ценник «купить сейчас тут», то зритель обязательно должен посмотреть на этот ценник. И вы с помощью анимации берете его взгляд и говорите «Смотри, собака, сюда». Анимация это очень мощный инструмент, и для того, чтобы делать качественную анимацию, достаточно понимать всего лишь 12 простых принципов анимации. Информации о этих принципах в интернете полно. Забиваете в гугле «12 принципов анимации», первая ссылка в Википедии, там все расписано. Дальше книжки, гифки и видео тоже долго не останавливаются. После того, как ваша история имеет красивое содержание, после того, как ваша история красиво упакована в оберточку, после того, как вы уже научились управлять вниманием зрителя, наступает такой момент. Вот зритель смотрит, а вот его не торкает. И вот что делать? Какие есть варианты? Есть? Не на завод. Что, что? На завод? Ну, вариант, конечно, я о нем не подумал, слушай. В следующий раз слайд скажу. В общем, нужно, чтобы зритель прочувствовал ваш ролик. Как это сделать? А, очень просто. Надо воздействовать на его уши, на его мозг через уши. Чем хороши видеоролики? Тем, что они позволяют воздействовать не только визуально на зрителя, но и аудиально. И музыка – это такая штука, которая позволяет придать вашему ролику нужную динамику, создать нужную атмосферу в ролике, заставить зрителя принять нужное вам настроение. И при этом в ключевых моментах с помощью звука вы можете подчеркнуть нужные вам моменты. Поэтому очень рекомендую обращать на это внимание людям, которые хотят делать качественные ролики, потому что звук в моушн-дизайне очень часто недооценен. К сожалению, у нас сегодня нет возможности посмотреть коротенький ролик, в котором очень ярко демонстрируется звук. Кто скачал презентацию, по ссылочке посмотрите обязательно, получите взрыв мозга. И лекции. Что смотреть на эту тему? Есть лекции Василия Филатова, толковый товарищ, который занимается озвучкой кино, озвучкой компьютерных игр и который без лишних слов кратко, понятно объясняет, почему звук – это важно. Поехали дальше. Слушайте, надо ускоряться, чувствую. После того, как вы сделали классный ролик, перед вами станет задача делать следующий. И в какой-то момент у вас будет затык. Блин, а что делать? С чего начинать? Как вообще двигаться дальше? Потому что креатив такая штука, сегодня есть, завтра нету, и что надо будет с этим делом? С этим делом делать. Все просто. Все, что вам нужно – это вообразить. Вообразить ваш конечный результат. Как будет выглядеть ваш ролик. И для этого я бы рекомендовал прокачивать правую половину своего мозга, который отвечает вот именно за креатив. Как это делать? Есть простое упражнение. Каждый день, каждое утро начинайте с того, что чистите зубы левой рукой. Кушайте макароны левой рукой. Ну, в общем, все, что вы привыкли делать правой рукой, делайте левой рукой. Поверьте, через какое-то время вы почувствуете, что креатив становится легче. Вот так вот. А если человек… А, да, это так. Да, наоборот. Но обычно у левшей, ну, из моей практики нет таких проблем. Вот. И, наверное, самая главная мысль, которую я сейчас хочу сказать с этого слайда. В свое время мне посчастливилось прочитать книжку про активное мышление, которой обязали прочитать всех топ-менеджеров «Приватбанка». Это вот такая тонюшенькая книжечка на 50-60 страниц. В ней всего лишь одна простецкая мысль, но которая очень сильно меняет воображение и меняет подход к жизни. Я думаю, те, кто читал ее, со мной согласятся. Те, кто не читал, очень сильно, настоятельно рекомендую. Очень сильно изменит ваше отношение ко многим вещам. После того, как вы научились делать ролики, вы делаете их вот так вот, у вас появляется потребность в понимании того, как их делать под конкретную целевую аудиторию. Например, если это ролик для бизнес-аудитории, для каких-нибудь инвест-банкиров, то там не нужны пестрые, яркие картинки. Там нужны сухие, четкие цифры. Если это ролик для детской аудитории, там, тинейджеров, то тут, наверное, больше пестрых, ярких картинок будет уместно. И в такой момент появляется, приходит понимание того, что надо понимать людей, которым мы показываем. Как их понять? Надо понять, как они думают. Чтобы понять, как они думают, надо понять психологию человека. А в связи с этим рекомендую. Классная книжка Роберта Чалдини «Психология влияние», толстая, увесистая, основана на большом количестве примеров, психологических примеров, которые вы можете применять в своем оушн-дизайне. Долго не останавливаюсь, поехали дальше. Как только вы разобрались с людьми, которые вы показываете, заказчиков у вас будет становиться все больше и больше. Почему? Потому что ваши ролики будут достигать своих целей и к вам будут приходить новые заказчики. В какой-то момент эти заказчики будут приходить и говорить с вами на других языках. И вам придется, хотите вы того или нет, общаться с ними. И зачастую этот язык английский. Поэтому тот, кто планирует серьезно этим заниматься, начинайте учить английский сейчас. Когда будет надо, у вас он уже будет. Если вы ленивы или вам языки не поддаются, начните с того, что найдите себе в команду человека, который будет знать английский. Когда вам постучится клиент и скажет, что я хочу вам дать денег, а вы ему не сможете просто с ним поздороваться, ну, будет, наверное, не очень правильно. Поэтому это базовая комплектация любого оушн-дизайнера. После того, как вы научились разговаривать на английском, перед вами станет вопрос, как быть еще круче. И тут самое простое, что можно сделать, это следить за продвинутыми чуваками, кто в теме. Следить за трендсеттерами. Следить за людьми, которые делают моду оушн-дизайне. Обычно, ну, по крайней мере, у меня так было, что эти люди живут на Западе, общаются на английском языке. И, опять же, вот тот английский язык вам поможет общаться с ними, узнавать их мнение к различным вещам в оушн-дизайне. Поэтому будьте в теме, следите за трендами. После того, как вы будете отслеживать модных трендсеттеров, важно быть еще в окружении этих людей. Потому что онлайн общение – это все хорошо, но вот такие вот ивенты, которые проводят пачками по всему миру, в вашем городе, в различных городах, зарубежья, их очень много. И посещать такие мероприятия очень важно. Почему? Потому что на таких мероприятиях вы встречаете единомышленников, с которыми у вас могут складываться рабочие отношения, какие-то творческие отношения. И нетворкинг вот такой вот, он очень важен. Поэтому посещайте, отслеживайте такие мероприятия. Как это сделать? Мероприятий много, информации много, людей, которые делают моушн тоже много. Для того, чтобы не тратить на это свое время, просто настройте для себя сервис, алертов от Google. Я в свое время себе открыл его. Пять минут, я понял, ускоряюсь. Удобная штука, забиваете, например, Артемий Лебедев. Ну да. И вся информация с этим словосочетанием раз в неделю к вам на почту прилетает. В общем, очень удобно, экономит кучу времени. Ну и после того, как вы вот такой вот классный, делаете классные ролики, следите за тем, чтобы вы знали свой инструмент на все 100%. Это могут быть программы 3D графики, это могут быть программы 2D визуализации. В общем, все что угодно, все, чем вы пользуетесь, знайте ваши инструменты на 100%. Почему? Потому что тупой пилой пилить дерево, ну, наверное, долго. Хотя можно. Кто будет заниматься моушеном в авторе, изучайте JavaScript, потому что хороший моушен-дизайнер, немножечко программист. Поехали дальше. Ну и следите за обновлением. Если когда-то, за обновлением ваших инструментов. Если когда-то существовал только Photoshop и не было альтернатив, в то, сегодня существует куча альтернатив, которые позволяют делать подобные вещи гораздо легче и удобнее. Поэтому человек, который следит за инструментами, сможет выполнять свою работу быстрее и эффективнее. Ну и совсем чуть-чуть осталось. Каких-то там 10 слайдов. Когда вы решите, что вам нужно двигаться вперед, самое главное, что вам надо будет сделать, это определиться все-таки с направлением, с вектором и целью, чего вы хотите достичь. Потому что если у вас не будет вектора движения, у вас постоянно что-то будет с пути сбивать. Какие-то новые проекты, какая-то халтура, какие-то интересные, возможно, творческие решения. В общем, как только вы сможете определиться, куда вам двигаться, вы сможете двигаться в этом направлении быстрее. И когда вы решите, что вы двигаетесь вперед, вам придется себя постоянно пинать и самоорганизовывать. Я в свое время часто себя пинал, искал для этого различные инструменты, перепробовал очень много, остановлюсь на трех для разных стадий. Если вы только начинаете путь, ну, наверное, самым удобным решением будет это делать себе списочки задач. Ежедневные списочки задач. Для этого у Google есть прекрасный сервис Google Keep, который позволяет делать списки, шерить их с друзьями, с коллегами, пользоваться ими по работе и не только. Как только вам уже будет не хватать вот этих вот задач, которые вы выставили себе на день, и исчисление пойдет неделями или месяцами, вы переходите на следующий инструмент, который называется «Календарь». Классная штука, хоть и простая, это безобразие. В общем, Google «Календарь» позволит вам назначать встречи, фиксировать тренировку, фиксировать свою личную жизнь. При этом не выпуская из вида ничего и оставаясь на связи с коллегами, подчиненными, конкурентами. Все это можно делать через Google «Календарь». И в тот момент, когда вам уже будет не хватать Google «Календаря», когда количество проектов у вас, как у специалиста или у вашей студии будет значительное, придется расставлять приоритеты, требовать выполнения задач от подчиненных, следить за выполнением, за соблюдением сроков. И тут вам на помощь придет CRM, их на сегодня огромное-огромное количество, и я перепробовал много, как оказалось, все они очень разные. Найти под себя что-то, ну, каждый сможет. В свое время я открыл Bittrex для себя, сейчас мы от него отказываемся, пилим свою CRM-систему. В общем, когда у вас будет потребность в выполнении большого объема работ, смело запускайте себе в работу такой инструмент, как CRM-система. Ну и книжка Глеба Архангельского «Тайм-драйв», который позволит всю эту кашу как-то упорядочить. Когда у вас уже будет настроено CRM, когда у вас будет значительное количество проектов, вам для достижения ваших целей нужно будет двигаться быстрее, вам нужно будет ускорять своих подчиненных, вам нужно будет контролировать выполнение сроков, вам нужно будет требовать от подчиненных эффективной работы с выполнением сроков. И тут вам придется быть для них боссом. Что такое быть для них боссом? Это перестать быть их другом. Бизнес этого требует. И вот очень сильно рекомендую книжку… Стоп, да? Все, молчу. Еще две минуточки в счет вопросов. Можно? Да? Спасибо. Жесткий менеджмент, есть печатные книги на YouTube, есть аудиоверсия, классная штука, промывает мозг. Будете работать, к вам будут приходить клиенты, которые будут ввести вам заказы, за которые вы не будете готовы взяться. По ряду причин. Не ваши, не умеете и так далее. Отдавайте заказы конкурентам. Почему? Потому что нет конкурентов, есть коллеги. Сегодня вы своему конкуренту, которого вы считаете конкурентом, отдаете заказ, получаете с него какие-то профиты. Завтра этот человек принесет вам 20 заказов. Поэтому никогда не отпускайте ни ваших клиентов, отдавайте коллегам. Общаясь с подчиненными, с коллегами, с конкурентами, с заказчиками, прокачивайте навыки общения. Это важно. Почему? Потому что если вы научитесь коротко, ясно излагать свои цели, свои мысли, к своей цели вы сможете дойти гораздо быстрее. Почему? Потому что люди будут вас быстрее понимать, соответственно, вы будете выдавать нужный результат в гораздо короткие сроки. Книжка Макса Ильяхова «Прокачивает мозг» на эту тему тоже очень сильно хорошо. Ну и последнее, на чем я хотел завершить. Мы запускаем школу стажеров, как сказал Саша. Мы будем набирать две группы. Группу моушн-дизайнеров и группу аниматоров. Это будут две группы по 8 человек. Сначала это будет оффлайн. Со временем, возможно, мы запустим онлайн-группы. И поэтому, если кому-то будет интересно, в конце презентации будут мои контакты. Просто напишите мне письмо с пометкой «Школа стажеров» и напишите, почему вам интересно заниматься моушн-дизайном. Мы с удовольствием с вами поработаем. И лучшие из стажеров мы будем работать потом постоянно с лучшими. Итак, резюмирую. Люди ленивые, видео будет расти, это факт. В ближайшие пять лет так точно. Соблюдайте баланс между творчеством и бизнесом. Не забывайте про составляющие качественного моушена. Умейте воображать результат и знайте свои инструменты. Будьте всегда в теме. Развивайте свою эффективность и коммуникации. Понимайте. Старайтесь слышать, слушать и услышать людей. Понимайте их психологию. Постоянно развивайтесь. И самое главное, кайфуйте от того, чем вы занимаетесь. Только так вы достигнете успеха. На этом у меня все. Спасибо. А теперь мы можем поговорить. Благодарим, что благодарим Олеговичу Семене. И, собственно, вопросы задавайте. Вопросы? Девушка? Вы говорили 9 рядов. Один из них смотрит сейчас на мобайле. А я хотела сказать, может, возможно, остальные 8 рядов смотрят на компьютере, и потом просто это же количество перейдет в мобайл. Ну, то есть не количество, а количество просто снимается. Я понял вопрос. Спасибо. О чем говорит исследование? О том, что интернет переходит с десктопов на мобайл. И если сегодня смотрят один ряд из 9, то через 5 лет будут смотреть 9. Да, это действительно. Это те же люди, которые сейчас сидят за компьютером, завтра они будут смотреть с телефона ваши видеоролики. Поэтому чем раньше вы начнете делать видеоролики, тем больше рядов увидят ваши видеоролики. Как-то так. Количество контента от этого же, ну, в принципе, может не поменяться. Количество контента будет расти, и, согласно исследованиям, оно вырастет в почти 9 раз. Видеоконтента. Я говорю сейчас про видеоконтент. Вот. 8 и 7 раза. Вот там цифры в терабайтах указаны почти в 9 раз. Спасибо. Если у кого-то будут вопросы, контакты... Есть вопросы. О, отлично. Frame by frame. Еще актуально? Что-что? Frame by frame. Что такое frame by frame? Первый раз слышу. Да ну ладно. Ну, анимация, покадровая анимация. Смотрите, это всего лишь техника. Техники будут оставаться... Существующие техники, они будут оставаться. Будут появляться новые техники. Стоп-моушен, слоу-моушен. Все это будет существовать. Вопрос. Сегодня мода на одно, завтра на другое. Послезавтра вернуться опять к frame by frame, или там стоп-моушену, как это называть. Нет, ну frame by frame, это же изначально, то есть из этого все родилось. Нет, конечно. Прокадровая анимация классическая. Про то, что это до сих пор актуально? Конечно. Ну, будет актуально. В любом случае, любые техники, они будут актуальны. Вопрос. Хотите вы их использовать или нет? Нет, нет, вы используете, например. Мы делали стоп-моушен ролик. Нет, не стоп-моушен, именно frame by frame, когда адресовывается. Каждый кадр адресовывается. Нет, мы сейчас это не используем. Ну, это трудозатратно. Стоп-моушен, да, делали. Ну, стоп-моушен, понятно. Да. Какие вы можете применить тренды в моушен дизайне всего года? Всего года VR. VR – это то, что в ближайшие два года VR будет развиваться очень сильно. Сейчас, ну, уже прорисовываются технологии. И в ближайшие два года кто будет делать видеоконтент для VR, будут в тренде однозначно. Почему? Потому что купить шлем сейчас можно, а смотреть практически нечего. Поэтому хотите двигаться в этом направлении – VR берите, я думаю, не прогадаете. Пожалуйста. Все. Если будут вопросы, пишите на почту, в фейсбук. Всем отвечу, всех люблю. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...